Это, наверное, самый необычный гарнир из всех, которые я знаю. И мне хотелось бы поделиться им с вами. Значит, ингредиентов вообще прям очень мало. Очень-очень-очень мало. Главное, капусточка не очень большого размера. В идеале хорошо бы иметь молодую и качанчик прям совсем маленький. Для того, чтобы получилось три там куска примерно порционных. Здесь я отрежу часть, потому что у меня противень маленький. И я сделаю два кусочка всего лишь. Но самое главное, что нужно взять нож подлиннее. Ну и, соответственно, перпендикулярно делаем так. Макушку срезаем. Она у нас пойдет куда-нибудь на салат, еще куда-нибудь. Значит, отрезаем кусочек вот такой. Нет, рано. Рано-рано два барана постучали в ворота. Вот сюда один стейк. Потом примерно такой же толщины и следующий. Так. Все, хватит. Не буду больше. Значит, давайте спокойненько запечем два кусочка. Значит, что нужно сделать? Чуть-чуть соль. Прям совсем чуть-чуть. Обязательно какое-нибудь оливковое масло. Ну, можно и подсолнечное. Тут вкусы такие довольно простые. Поэтому оливковое хоть чуть-чуть немножко даст, знаете, такого европейского шарма и гламура. Я всю эту, так сказать, какофонию вкуса прикрою чуть-чуть фольгой. Во-первых, чтобы она не сохла, капуста. Во-вторых, знаете, сверху масло нагревается и может быть такое, что оно начнет карамелизоваться, а нам этого пока что не надо. Вот так вот. Просто накрываю, ничего не там не заматываю и ставлю в духовку. В духовке у меня, сейчас глянем, она еще нагревается. Значит, ну, примерно 200 градусов, минут на 30 ставьте, чтобы она за это время пропеклась немного. Потому что здесь в капусте самой воды мало. Она такая сухая сама по себе, по текстуре. Клетчатки много. И она может подсыхать, но не становиться мягкой. Поэтому, во-первых, чтобы лишняя влага не уходила, она все равно будет уходить, безусловно. Но если мы закроем фольгой, будет пропарка. А нам нужно, чтобы у нас был баланс между жаркой, паркой, варкой, там, в общем, всем прочим. И чтобы не подгорало. Все это фольга делает, как бы, вот эту крышу. Дорогие друзья, осталось два места. Это я говорю про тур в Таиланд, который будет в феврале. Чем дольше вы думаете, тем больше стоимость билетов туда. Потому что сейчас уже почти все билеты куплены тех людей, кто с нами едет. Осталось два места. Мы их ищем, ищем. И зовем, каждый раз говорим, приезжайте с нами. Давайте, поехали. Это будет прикольно. Не туристические маршруты. Огромное количество рынков. Поедем на чайную плантацию. В общем, ссылка в описании. Принимайте решение. И мы ждем еще двух человек. Пока. Капуста в итоге стояла час. Час. Потому что она оказалась очень плотная. Я что такое жарю, 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 жарю. Она все плотная. Вообще ничего себе не происходит. Поэтому час она простояла. Достаем. Так, смотрим, что получилось. Ну, похоже на правду. Давайте-ка вот так. О, неплохо. Неплохо. Значит, результат почти достигнут. Честно сказать, если вы, например, решили отказаться от мяса на сегодняшний день. Или вы хотите сделать полноценное блюдо. Вот эту штуку потом целиком на тарелку выкладываете. Сверху кусочки рыбы. Сверху можно несколько ложек киноа, авокадо, томаты. Это полноценное блюдо. Очень крутое. Помимо того, что если вдруг кто-то там засомневался, что, мол, типа гарнир и так далее. Но это еще не все. Смотрите. Значит, в чашку нужно взять терочку для цедры. И нафигачить сюда цедры апельсина. Обожаю эту терку. Потому что она трет цедру без белой части. Чуть-чуть только шинканул. Все, видите. Во-первых, голенький апельсинчик становится. О. Ну, примерно тут сколько? С половиной апельсина, наверное, цедра ушла. Застряла в терке. Потом вот эту часть, которая у нас без цедры, отрезаем, потому что она все равно задубеет. Как интересно, да? Ну вот цедра. Вы пробовали когда-нибудь стереть с лимона половину цедры? Не до белой части, а только самую верхушечку и оставить. Уже за ночь он становится деревянный. Как, казалось бы, вот эта вот штука сохраняет влагу внутри. Не дает коже задеревенеть. Вот это вообще. Значит, вот эту половинку апельсина выдавливаем сюда, к цедре. Можно взять, конечно, если у вас есть выжималка для цитрусовых. Можно взять ее. Не мучиться, как я. Ну, я вообще не мучаюсь. Все, знаете, повара-то привыкли. Во-первых, в ресторане все гаджеты есть, раз. Во-вторых, когда готовишь дома, представляешь, что у тебя посудомощицы нету, да? Значит, у кого есть, поздравляю. У кого есть жена посудомощица, тоже поздравляю. Я стараюсь сделать все так, чтобы все минимум сразу же мыть за собой, потому что потом будет гора посуды, которую будет тяжело мыть. Значит, мед. Медок любой. Тут пол столовой ложки где-то. Смотрите, что я делаю. Мед. Значит, нужно потратить какое-то время. Нужно растворить мед в апельсиновом соке. Великолепно. Во-первых, вот эти штуки, а точнее сказать цедра, сделает аромат капусты более нежным. Ну, то есть, если у нас сейчас пока что капуста пахнет капустой, активно и сильно, то как раз цедра, мед и апельсиновый сок сделают ее мягкой. Избавят нас от яркого капустного привкуса. Ну, и опять же, дадут сладость дополнительную. Короче, вот так делаем. И ставим в духовку еще на некоторое время. Не буду говорить, насколько. Нам нужно сделать соус еще один. Вот сколько вы будете делать соус, столько времени будет стоять капуста. Значит, смотрите. Мне нужны сливки. Ну, жирненькие. Честно признаюсь сразу. 33%. У меня были остатки. Знаете, как сориентироваться? Вот, жидкости должно хватить на два куска капусты. У меня были остатки. Ну, чуть меньше стакана, наверное, 150 миллилитров. Примерно, на мой взгляд. Терка. Крупная терка и кусок какого-нибудь плесневого сыра. Ну, в смысле, это может быть вообще совершенно любой. Лежал у вас сыр там лежал, заплесневый. Вот вы его сюда тиранули. Но я вообще имею в виду какой-то дор-блю, блю-чиз. Не с той плесенью, которая образовалась у вас случайно в холодильнике. А настоящей, которая продается с этой плесенью в магазине. Ну, то есть у кого-то она образовалась, и ее решили в магазин отдать. Наклеили красивую этикетку. Это у меня горгонзола. Если быть точным. Значит, горгонзолки сюда кусок. Значит, можно еще какого-нибудь. Вот это у меня полутвердый сыр, который я припер из Эстонии. Я не знаю, как он называется. Ну, что-то типа а-ля пармезан. Но только не пармезан, конечно же, а какая-то там местная. Вообще, вот даже в Прибалтике сыры все вот в любом супермаркете в круглосуточном купи. Чаще всего круглосуточный это дешман. Так вот, Прибалтике даже в дешманском магазине самый обычный сыр вкуснее в 100 раз, чем в нашей Раше. И вот, знаете, что я хотел много лет донести до... Я не так много общаюсь с сыроварами, как хотелось бы. Ну, вот, потому что не увлечен этим процессом сыроварения. Поэтому у меня не так много сыроваров знакомых. Я хочу сказать, как только наступили санкции в России, мы неожиданно стали усиливать свое производство. Мы, как повара лично, я знаю, что появилась масса-масса людей, которые делают сыры. Я всегда задаю вопрос, если вдруг кто-то мне говорит, что вот он сыровар или занимается у него производство сырное, или он хозяин сырного производства. Я всегда говорю, а почему вы делаете, пытаетесь повторить пармезан? Почему вы пытаетесь повторить горгонзолу? Почему вы пытаетесь повторить там какой-нибудь именталь? Почему вы не делаете наших российских сыров? Ведь до революции в России мы имели свои сыроварни. И несмотря на то, что все обмениваются опытом, и голландцы с нами, и мы с голландцами, и так далее, и тому подобное, у нас были свои сыры, свои личные, по своим рецептурам, по своим технологиям. Ну, вернее, технология, понятно, она одна, вареное мясо, но как где его не вареное, но все равно вареное, да? Сыр тоже ведь делается по определенной. Но в зависимости от вкуса молока и всех ингредиентов того, что и там ест корова, в зависимости от того, в каком регионе пасется, в горном или в степном или в таежном, ведь молоко разное, разное количество кальция и всего прочего. Почему нам, почему вам не делать сыры, типа Вологодский, да? А если это вот на Вологе все это происходит, почему не делать какой-нибудь костром с сукой? Он есть, но вот на прилавках все забито какими-то названиями из серии вот пармезан. Или как-то вот это вот как абибас. Варьирует не слово пармезан, а как-то так пармалан какой-то, блин. Что-то как-то не придумают какую-то ерунду. Сделали бы авторские сыры свои. Да был бы огонь. Значит, я вот этого полутвердого туда добавил только лишь для объема, потому что у меня не так много плесневого. Вот смотрите, сливочки. Растираем вот этот сырок, который у нас. И сливочек мало. Вот, смотрите, это густовато. Вот надо чуть-чуть-чуть-чуть разбавить сливками. У меня там есть 10%, я сейчас чутка добавлю, чтобы жидкости хватило на два куска капусты. Ой, какой аромат шикарный, доносится из духовки. Капустянский стоит. Так, вот, вот смотрите, теперь уже вот получше стало. Вот сырная масса, перемешанная со сливочной. Значит, учитываем тот факт, что у нас там мед, мед сладкий, апельсиновый сок сладкий. Сейчас он еще нагреется, даст еще больше сахара. Я, честно признаться, не знаю, почему люди любят, мне каждый шеф-повар со мной согласится, что в ресторанах все, что названо Дорблю, там паста Дорблю, ризотто Дорблю, это все топ-продаж, ну вот везде. Большинство людей, большая часть, не говорю все, любят вот этот вот привкус вот этой плесени, которая там живет, сырная плесень. Удивительно. Опа! Дальше. Больше. Смотрите, что делаем дальше. Все очень просто. Берем ложку и сюда. О, ох, как она сок держит. Вот это прям огонь. О, капуста как сок. Не пускает. Ну-ка. О, о, так, отлично. Тут сок протек, а здесь сок держится. Видимо, такая, там несколько листочков внешних, видимо, они вот такую форму имеют. Даем стечь лишнему соку, зараза. Потому что хочу, чтобы сливки с сыром внутрь тоже подтекли. А здесь заодно будет как на водяной бане. Супер. Дальше. Сырную массу, значит, в первую очередь. Сливочную массу во вторую очередь. Сюда больше, туда меньше. Шикарно. Пусть все течет туда внутрь. И все, осталось, осталось поставить в духовку буквально на 3-4 минуты. Ммм, вкусно. Как быстро противень перестает быть горячим. О, все, 3-5 минут, смотрим. Сыр расплавился. Будем доставать. Вот что у нас получается. Получается шикарная штука. Запах благородной плесени. Помните, как где-то было? А у вас сыр дурблю есть? А что такое дурблю? Ну, это такой плесневый сыр. А, ну, сыра дурблю нету. Но есть колбаса дурблю и хлеб дурблю. Вот здесь вот сейчас у нас такой дурблю шикарный. Значит, давайте сделаем так. Вот этот крайний листочек я убираю. И аккуратно нужно как-то умудриться так, чтобы остался целиком. О, и перекладываю на тарелочку. Это как раз перед Новым годом. Супружница моя делала новую. Я говорю, надо светлые. Светлые тарелки. Светлые. Много темных. Нужно светлые, чтобы красиво еда смотрелась. Так, и вот этот вот тоже, наверное, надо лишь шок убрать. Ну, давайте поэтично поставлю я его вот сюда. Быстро украшаем зеленью. Можно, знаете, немножко томатов красных. Красного что-то охота. Паприкой я посыпал цветового, так сказать, оттенка. Все, лишнего ничего не надо. Можно там пару колечек добавить, еще чего-то. Вот так. Теперь нужно срочно пробовать. Срочно пробовать. У меня есть нож, который мне не жалко. Из дамасской стали. Я уже говорил про него. Шеф Бесо мне подарил в Нальчике. Но я его перед новогодними праздниками привел в порядок. Он такой у меня бритвенный вообще, заточки. Вот. Я же буду, во-первых, пробовать верхнюю часть. До тарелки не полезу. Вот так вот кусочек. Не украшайте томатами, он они сваливаются. Это великолепно. Во-первых, очень просто. Во-вторых, капустой практически не пахнет. Апельсин, сыр, сливки. Все вместе. Это вообще идеальное сочетание оказалось. У меня же есть рецепт корейского блина из капусты. Зашел. Уже несколько миллионов. Уже больше миллиона, вернее, правильно так будет сказать. Больше миллиона просмотров. Вот это европейский блин из капусты. Не надо ничего резать. Два куска запекли, полили, намазали. Оп-оп-оп-оп. Все. Движение минимум. Ну, по времени, правда, часик, да, потратили чуть больше. Час-пятнадцать, наверное, где-то. Но я хочу вам сказать, что это прям, это зайдет. Попробуйте. Вот только сыра, вонючего, я бы, наверное, прям горой бы положил. Он здесь в своей тарелке. Он на своем месте. Он в том кузовке, в который я его грибник положил. Бомба. Спасибо. А, в смысле, приятного аппетита. Приготовьте, вспомните меня добрым словом. Пока.